Всем привет! Сегодня вот такой чудесный солнечный день. Наверное, первый такой теплый день за всю весну. И мы радостно и отправились снимать видео, посвященное здоровому образу жизни. В последнее время в Финляндии здоровый образ жизни становится все более популярным, как среди взрослого населения, так и среди молодежи. И государство всячески поддерживает людей в их начинаниях и в их стремлении заниматься спортом. Во всей Финляндии, во всех крупных и некрупных городах существуют различные лыжни здоровья, где люди могут зимой заниматься зимними видами спорта. А также специальный спортивный комплекс. Вот в городе Рихимяки, пусть он небольшой, но тем не менее тоже здесь имеется вот такой вот солидный спортивный комплекс, возле которого мы сейчас находимся. Этот комплекс представлен двумя бассейнами. Один из них крытый, а второй летний, который сейчас пока не функционирует, в связи с тем, что погода еще пока не позволяла купаться на открытом воздухе. Но вот с началом лета он откроется и будет готов принять своих первых посетителей. Вот этот летний бассейн сейчас прямо за моей спиной, мы вам его покажем. Он представлен двумя лягушатниками, вот они здесь впереди, где минимальная глубина примерно полметра или метр. И там дальше, и там дальше, собственно, большой бассейн, 25-метровый, мы видим 8 дорожек, места для ныряния. Ну, пока вот это все закрыто и начнет функционировать с началом лета. Чуть дальше мы видим вышку для прыжков, горку. Ну, пока это все закрыто, но можно посмотреть, по крайней мере сейчас, как это все выглядит. Ледом здесь очень много посетителей, потому что, к сожалению, вблизи Рихимяки нет водоемов, где можно искупаться. Поэтому люди охотно приходят в бассейн. И сейчас мы двинемся дальше и посмотрим, как выглядит зимний бассейн, который сейчас открыт. Я не знаю, там можно ли снимать, но мы попробуем. Бассейн пользуется большой популярностью у местных жителей, и они ежедневно приезжают сюда на своих автомобилях, и для того, чтобы им было комфортно и не приходилось искать место для стоянки. Здесь рядом с бассейном имеется специальная парковка. Вон там Белочка, смотри, на заборе скачет. Вон-вон-вон побежала. Видишь? Угу. Рядом с бассейном имеется специальная парковка для посетителей, где можно оставить свою машину. Парковка бесплатная, потому что люди приезжают сюда на продолжительное время, возможно, даже на целый день. Потому что в здании бассейна, помимо самого бассейна, еще имеется спортивный зал. Человек покупает единый билет, и по этому билету может находиться там внутри столько времени, сколько пожелает. То есть время не ограничено. Можно позаниматься в спортивном зале, потом пойти принять душ, сходить в сауну или в турецкую баню, которая там тоже имеется. После этого пойти в бассейн или в обратном порядке совершить эти действия. В любом случае, время достаточно на это нужно потратить. И, значит, бесплатно можно оставить машину. Рядом с помещением бассейна, вот там чуть ниже, имеется стадион, который можно тоже отнести к общему спортивному комплексу, где люди играют в футбол, в другие спортивные игры. Также здесь рядом спортивная школа. То есть все это расположено в одном месте, что очень удобно. Поэтому можно сказать, что Рихи-Мяки спортивный город. Давай сюда, мы же подойдем. Вот там вот мы видим теннисные корты, площадку для баскетбола, волейбола, футбольное поле. То есть все, что нужно для активного и здорового образа жизни в Рихи-Мяке имеется. А мы подошли к входу в бассейн. Сейчас мы зайдем, посмотрим как там внутри. Можно сначала с окна посмотрим. Да, можно попробовать заглянуть в окно и увидеть собственный бассейн. Здесь парковка для инвалидов, для велосипедов. Ну что-то видно. В это время немного посетителей в бассейне, но имеются. Вот мы видим 25-метровый бассейн с 8 дорожками, вышки для прыжков. Дорожки могут использоваться как для традиционного плавания, так и для так называемого веси-йолксу. То есть бега в воде. Это тоже особый вид водного спорта. То есть люди одевают специальные пенопластовые жилеты и передвигаются в воде в виде бега, что ли. Чуть дальше там детские бассейны. Еще дальше, у противоположной стены, джакузи. И также вот стеклянные окна и дверь. Там вход в холодный бассейн, куда можно окунуться. Там всегда очень ледяная вода любителей острых ощущений. Да, верно. Ну вот это вход в бассейн. Значит, процедура такова, что желающий позаниматься или искупаться в бассейне, приходит туда, покупает входной билет, который в утренние часы стоит 3,50, а в вечерние часы 5 евро. Можно также купить абонемент на неделю, на две недели, на месяц, ну и возможно больше, который тоже стоит определенную сумму. Ну, по-моему, 30 евро стоит посещение. Месяц? Да. Я не знаю. Не знаю, не буду брать. Можно уточнить там. При покупке билета вы получаете пластиковую карточку, которая необходима вам для того, чтобы использовать шкафчик в раздевалке. Вы получаете эту карту, спускаетесь в раздевалку, оставляете ее в шкафчик, и его можно закрыть и взять с собой ключ. Вот. Ну, и в обратном порядке то же самое. Берете эту карту, закрываете, оставляете шкафчик открытым, сдаете ее потом перед выходом. Ну, и, собственно, все. Попробуем посмотреть, что там внутри. Раньше там было отдельное окно для покупки билета, сейчас его объединили вместе с кафешкой, поэтому на кассе, где кафе, там же покупаешь в одном билете. Вот, кстати, здесь цены написаны, что-то. Для детей 3,2 евро. Вот, ремни часы до 2 часов 3,50. Вечером 5,50, то, о чем я говорила. Ну, и вот, собственно, 50 евро стоит. А вот, если 6 до 2, 30. 30, да, на месяц. 6 евро в день получается. Очень выгодно. Бассейн муниципальный, поэтому он спонсируется городом, и, наверное, поэтому там цены более демократичны, чем в других частных спортзалах, которые тоже в Рихимяке имеются. По-моему, 2 или 3, да, еще? Да, дофига. Да. Аквариум, смотри, рыбки плавают. Рыбки, да. Этот уже Сомик, уже давно здесь плавает. Ну, вот здесь вот кафешка такая небольшая, где можно набраться сил после активных занятий спортом. У меня с лестницы взбивалку. Ну, и вот можно заглянуть в них, и еще отсюда. С такого ракурса. Рыбки, да. Рыбки, да. Наверное, пловцы. Пловцы, да. Метали. Город гордится своими героями. Ага. А это стекло знала, да? Что это стекло? Это много-много вот таких этих... Ну, вот такой бассейн. Приятное время провождения и полезное бассейне. Поэтому все в бассейне. Ну, скоро начнется лето. Приобретут популярность особые пляжи, берега рек, озер. Но, тем не менее, бассейн, летний особенно, все равно продолжает... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok